Очаровательный, розовато-лиловый камень одновременно и прекрасен, и изыскан, и необычен. Головокружительная палитра самоцвета ослепляет так, что невозможно отвести взгляд, а соблазнительные переливы окончательно и бесповоротно влюбляют в себя. Кажется, будто сама нежность воплоти хочет увести за собой в мир грез. Здравствуйте! Вы на канале ювелирного дома Максим Демидов, и герой нашего выпуска – кунцит, камень, который когда-то стремительно ворвался в мир высокой ювелирной моды и составил конкуренцию розовому бриллианту. Смотрите этот ролик до конца, и вы узнаете, почему кунцит называют вечерним самоцветом. А прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш YouTube-канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео о самых редких природных минералах. Вдохновляющий, красивый минерал встречается всего в нескольких уголках нашей планеты и попал в поле зрения гемологов относительно недавно. Первый лиловый кристалл обнаружили в конце 19 века. Находку изначально приняли за турмалин, но вскоре засомневались. Долгое время ученые выясняли, что это за самоцвет, но так и не смогли ничего определить. Все изменилось в начале 20 века, когда лиловый минерал попал в руки выдающегося гемолога и коллекционера Джорджа Федерико Кунца. Он всесторонне изучил камень, составил описание и установил, что это неизвестная ранее разновидность минерала спадумен. В 1902 году началась официальная история кристалла, ведь ему присвоили имя кунцит в честь гемолога Джорджа Федерико Кунца. Камню повезло оказаться в руках столь выдающегося человека. На тот момент Джордж Кунц работал гемологом и экспертом по драгоценным камням в ювелирной компании Тиффани. Джордж Федерик сделал все возможное, чтобы представить лиловый самоцвет широкой общественности. Ювелирный дом Тиффани создал первую коллекцию украшений с кунцитами. Камень настолько полюбился светским дамам, что изделия с ним моментально уходили с прилавков. С тех пор кунцит стал обожаемым предметом роскоши высшего света и вскоре его признали соперником розового бриллианта. Второй пик популярности кунцита пришелся на конец 20 века. В 1996 году на аукционе Сотбис выставили кольцо от ювелирного дома Ван Клифф и оно ушло с молотка за 410 тысяч долларов. В драгоценность невозможно было не влюбиться. В окружении 20 бриллиантов сиял 47-каратный розовый кунцит. Украшение было такое же необыкновенное, как и его предыдущая владелица, Жаклин Кеннеди. Она ни на миг не расставалась с любимым кольцом, ведь это был последний подарок ее мужа. Джон Кеннеди знал, что супруга обожает розовый цвет, считая это его символом счастья и умиротворения. Президент захотел порадовать первую леди страны и подарить ей особенный подарок, поэтому заранее заказал у Ван Клифф кольцо с необыкновенным розовым кунцитом. Готовое украшение в ноябре 1963 года доставили в Белый дом, но Джон так и не успел подарить его жене. В этом же месяце жизнь президента США трагически оборвалась. Кольцо Жаклин передала секретарь президента Мисс Линкольн. С тех пор леди Кеннеди не расставалась с украшением до конца своих дней и носила его даже после вступления во второй брак. Кунциты обладают такой нежной и элегантной палитрой, что любоваться ими хочется бесконечно. Свой цвет минерал получает от ионов марганца, который попадает внутрь кристаллической решетки при формировании самоцвета. В зависимости от концентрации марганца цвет кунцитов варьируется от лилового до розово-персикового. Некоторые кунциты от природы могут обладать оптическим эффектом плеохроизмом. В таких кристаллах при обычном вращении можно увидеть, как изменяется интенсивность оттенка от более насыщенного к бесцветному. Основные месторождения кунцита сосредоточены в США, Бразилии, Канаде, Финляндии, Нигерии, Пакистане, Афганистане и на Мадагаскаре. Однако наибольшую ценность для ювелиров представляют бразильские кристаллы. Именно они обладают насыщенной розовой и лиловой палитрой, от которой так замирает сердце. Коллекция драгоценных украшений с бразильскими кунцитами от ювелирного дома Максим Демитов – одна из самых больших в России. Ознакомиться с ней вы можете по ссылке в описании. Кунцит – это камень, который имеет одну очень интересную особенность. В природе он может встречаться в виде чрезвычайно крупных монолитов массой в несколько десятков килограммов. Например, в Афганистане нашли крупный кунцит длиной 50 сантиметров, а массой 10 килограммов. Самый крупный экземпляр лилового спудемена нашли в Бразилии в 1910 году. Его масса составляет 110 килограммов. Драгоценный кунцит, как считают эзотерики, энергетически легкий камень, который очень быстро подстраивается под своего владельца, будто чувствует его на энергетическом уровне. Кристалл не позволяет жалеть о прошлом, беспокоиться о будущем, а заставляет жить настоящим и принимать правильные решения. В качестве талисмана кунцит способен защитить своего владельца от несчастной любви, обмана и злых чар. Биоэнергетики утверждают, что самоцвет не имеет свойства накапливать отрицательную энергию, и поэтому украшения с кунцитом можно носить постоянно. Кстати, многие эзотерики рекомендуют дарить украшения с кунцитом подрастающему поколению на праздники, например, на совершеннолетие или выпускной. Положительная энергия камня, по мнению специалистов, сформирует из них доброжелательных и честных личностей. Народные целители говорят, что кунцит нормализует сон, дарит гармонию с окружающим миром, повышает иммунитет, укрепляет сосуды и восстанавливает кровообращение. Многие астрологи в один голос говорят, что украшения с кунцитом можно носить всем знаком зодиака без исключения. Кунцит – это камень, которым желают обладать многие. Однако найти украшения с этим кристаллом на ювелирном рынке не так-то просто. Все дело в том, что лиловый самоцвет достаточно трудно обработать. За дело возьмется не каждый мастер, ведь одно неверное движение ювелира способно расколоть минерал. Розовый и лиловые оттенки самоцвета невозможно как-то усилить, камень не подается термообработке, и при нагревании его нежные цвета безвозвратно обесцвечиваются. Это правило действует и при ношении украшения днем. Кунцит не любит палящее солнце и под воздействием ультрафиолетовых лучей может утратить свой цвет. Из-за этого свойства камень принято называть вечерним. Хранить драгоценности с лиловым минералом также рекомендуется в плотно закрытой шкатулке, которая не пропускает солнечный свет. Спасибо вам за внимание. Обязательно смотрите и другие видео на канале Максим Демидов. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылки на них вы найдете под этим видео. До встречи в новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok